Ребят, всем здорова! Сегодня у нас будет видео посвящено Крубнике, а точнее, ее подкормке. Как ее подкармливать, чем и когда. Буду трубиться свои колокольни, как это делаю я, и поделюсь этим с вами. Лучший месяц для подкормки Крубники это май месяц, когда уже температура земли прогревается до плюс 10, вот тогда и можно начинать первую подкормку. Подкормку я провожу в несколько этапов. Первый этап это фосфорная и азотная. Я больше склоняюсь к азотной подкормке, потому как земля истощена после зимы, и тем более Крубника за сезон высасывает все микроэлементы, микровещества земли, поэтому подкормка вообще очень важна и обязательно для данной культуры. И второй этап это комплексная, то есть как только температура земли у нас прогревается где-то до плюс 10, я беру вот такую вот обычную аммиачную селитру и столовую ложку без горки я добавляю на 10 литров воды и проливаю Крубнику. Проливаю пол-литра раствора аммиачной селитры под каждый куст. Но перед этим советую вам немножко пролить Крубнику водой, желательно даже за день, чтобы земля была влажной, и тогда подкормка лучше распространяется под корневую систему и быстрее, скажем так, начинает действовать. И вторая это комплексная. Для комплексной я обычно использую это гуминосодержащие, они же гуматы, вот такой вот, например, гумат калия, сейчас про него буду поподробнее рассказывать, и также коровяк и куриный помет, но об этом тоже чуть-чуть поподробнее расскажу. Значит, есть еще такие подкормки, скажем так, природные, да, как зола, она очень богатая на микро-макроэлементы, и какое количество ей вносить, это 200 грамм золы на 10 литров воды. И если вы не хотите это все проливать, а допустим у вас много клубники, это можно все просто просыпать обычной золой с расчетом 1 стакан на 1 метр посадкой клубники. Ну, я считаю, что проливать, конечно, удобнее, тогда под каждый куст попадет свое количество удобрений. Также есть еще, она же подкормка, она же дезинфицирующее средство, это йод. Ее наносят как на листву, так само можно и под корень проливать из расчета 10 капель на 10 литров воды. И вернемся к коровяку. Коровяк и куриный помет, это очень классное удобрение. Я их вношу обычно уже летом. Я сниму отдельное видео, как я это делаю, и какие пропорции. И вообще это отлично удобрение, в принципе, для всего. Проливаются и помидоры, и огурцы, и тому подобное. Значит, что еще хотя бы сказать? Хотел бы сказать, перед тем, как уже перейти к гуматам конкретно, как сейчас я буду ими проливать. Хотелось бы сказать, что клубника очень сильно любит большое количество подкормок, только поочередно. Нельзя мешать все подкормки в одну кучу, потому что это может привести вообще к пагубным последствиям, и таким заниматься не стоит. То есть, всегда нужно делать подкормки в периодом 7-10 дней, то есть сделали там азотную подкормку с помощью селитры, потом через недельку, дней через 10 сделали вот калиевую, да, ну и так далее. Дальше там коровяком или куриным. В общем, это уже как кому нравится. И что бы еще сказать? Скажу так, что скорее больше важно подкармливать клубнику, чем выбрать правильный сорт. Даже если у вас будет какой-то суперсорт, но клубники не будет хватать микро-макроэлементов, у вас не будет хорошего урожая. Все, переступаем непосредственно в гуматокалии. Значит, он предназначен, ну вот, можете остановить на паузу, почитать. В принципе, им можно удобрять все, и растения, и комнатные цветы, и все на свете. И все это делается с расчета, вот у меня сухой, здесь вот, можете прочитать, что 1 грамм препарата, на 10-20 литров воды. Очень тяжело вымерять, ну, чтобы вы понимали, вот я возьму обычную чайную ложку, вот в нее без горки влазит примерно 3 грамма, и вот, ориентируясь на 10 литров воды, вам понадобится примерно 1 треть данного препарата. ну, ну, и теперь покажу вам, как я применяю гуматкалия, у меня здесь 20-литровое ведро воды, воду советую брать отстоянную, то есть теплую, чтобы она постояла, не следует травмировать растения холодной водой, наберите заранее, пускай она на солнышке постоит, нагреется, и дальше уже проливать. Беру 2 третьих ложки, так как у меня 20 литров воды, и все тщательно перемешиваем. Я еще обычно после того, как перемешал, даю минут 5 постоять, чтобы это все разошлось. И далее проливаю по пол-литра под каждый куст клубники. Все, 5 минут постояло, теперь беру баночку и под каждый кустик аккуратненько вносим. и вот таким вот образом повторяю. Следующую подкормку я сделаю дней через 10 этим же препаратом, а потом буду удобрять куриным поймутом. Кому интересно, как я это делаю, смотрите, как я делаю грядки, тоже есть на канале. И всем, ребят, хороших урожаев, всем счастливой, пока.